Актуальное интервью Вопиющий случай произошел в селе Сунтар, буквально несколько дней назад, где пьяный отец выбросил из окна, звучит грубо, но так оно и было, собственного сына, который ему мешал спать. Какова ваша позиция, о чем это вообще свидетельствует, на ваш взгляд? Ну вообще, если говорить про алкоголь, он всегда связан с особо тяжкими преступлениями. Во всех пьяных ДТП, во всех вот этих громких скандалах всегда присутствуют следы алкоголя. Если мы убираем алкоголь, вот даже в этом случае, да, убираем алкоголь, трезвый отец, хоть какой бы он ни был, этого случая могло бы и не быть. Вот здесь и как раз проглядывается наркотическое свойство алкоголя, которое снимает все святое, все хорошее, что было, и как у одного человека, так и в целом для населения, в целом для республики тоже может очень сильно влиять. Поэтому я не исключаю, что эти случаи продолжаются. Есть торговля алкоголем, есть продажа, то такие случаи продолжаются. Матвей Иванович, ну каковы итоги 2017 года? Стало ли меньше пьющих и самое, наверное, главное, снизилось ли порог пьяной преступности? Ну, я хочу сказать так, что тут как по маслу не может быть алкоголь, он такое явление в нашем обществе, к сожалению, да, и на территории большой России, и вообще во всем мире. И за один год, два года тут корни изменить вряд ли кому получится, но тем не менее, вот статистика вещь упрямая, впервые за 7 последних лет пьяная преступность снизилась на 6%. Я даже вот был немножко удивлен, когда статью вывели о том, что в Якутии оказывается самое большое количество пьяных преступлений. Это о чем говорит? Это двояко говорит о том, что наши люди совершают преступления особенно в пьяном состоянии. А когда вот этот процент маленький, то на трезвую голову, если совершают много преступлений, то это тоже вопрос. Поэтому здесь очень такой многокомпонентный вопрос. Поэтому я думаю, что наши республики сейчас потихоньку, но верно, вот этот 6% показывает, хотя прогнозы были очень неутешительные, что 2017 год будет тоже скачком пьяной преступности. Буквально даже говорили цифры 20%. Но, несмотря на это, у нас 6% снижение. Если сравнить нашу республику с другими регионами... Ну, это тоже. Здесь тоже мы выигрываем. Почему? Потому что по Дальному Востоку у нас самое низкое. А если взять среднероссийский, то тоже у нас самая низкая преступность по среднеудельный вес. Поэтому мы хотим, что это немножко тоже связывается с антиалкогольной политикой руководства республики. И мнение народа тоже меняется. Об этом говорят вот трезвые села. 162 села. Если в прошлом году буквально меньше, чуть меньше 100 было, то сегодня уже мы имеем 162. И этот процесс продолжается. Это о чем говорит? Это говорит о том, что люди хотят жить трезво, жить в безопасном обществе. А когда тем больше алкоголя продается, тем больше опасности, тем больше преступлений, тем больше беспокойства в населении. Поэтому алкоголь и наше общество очень тесно взаимосвязаны. Вот так вот. Да, стоит, конечно, отметить, что инициатива, конечно же, отходит непосредственно от жителей таких сел. То есть здесь нет ничего принудительного. Ну, я хочу тут отметить, что к нам приезжали федеральные агентства по группе Сиркон, руководитель Игорь Задорин. Они отправили своего специалиста. Он там жил буквально 10 дней. Изучал вот эти трезвые села. Что люди думают, как они живут, как они самоорганизованы. И были удивлены, что действительно здесь не давление сверху, да, что люди там ради чего-то принимают вот эти полные запреты. Нет. А наоборот, люди очень самоорганизованы. Там и группы, там и свои, значит, общественные объединения. Вообще, я отмечаю, что вот в трезвых селах я бываю сейчас. И очень заметно, когда, как только продажа алкоголя прекращается, там повышается общественная активность. Очень много людей, которые в обычном состоянии, когда вот идет параллельно продажа алкоголя, она продавливает все хорошее, все вот это вот духовное, все нравственное. Она продавливает. Это история нам говорит. Поэтому вот в этих трезвых селах очень хорошо и заметно активно. Вы сказали 162 села. 162 села. И этот процесс не останавливается. Сколько еще населенных пунктов поддержало? Да, ну сейчас уже порядка, наверное, 10-ти будет февральской сессии. И этот созыв, очень уникальный созыв, потому что они приняли очень много вот таких законов по полному запрету. Это, как отметил федеральный тоже чиновник Игорь Задорин, он говорит, что это уникальный проект, уникальный опыт, который аналогов нет. И даже патриарх Кирилл интересовался нашими трезвыми селами, и он сказал, что будут изучать этот опыт. Он действительно есть. А какой самый большой стаж трезвых сел? Ну, больше пяти уже. И мы провели свои тоже собственные исследования, и отмечаем, что из этих всех сел 5% уже устойчиво вышли на уровень трезвых сел. Нормально. А те, которые только-только приняли, им предстоит организовать работу, организовать среди людей информационную работу, разъяснительную работу и так далее. Поэтому вот у нас сейчас уже выработался механизм, что должен делать трезвое село. И здесь мы общаемся, меняемся опытом, поэтому впереди очень большая работа. Матвей Иванович, ну, какое Ваше отношение как раз-таки в адрес, наверное, легальной и нелегальной продажи алкоголи? Всегда этот вопрос возникает. Те, кто продают алкоголь, всегда пользуются этим случаем. Говорят, вот легальный бизнес уменьшается, а нелегальный растет. А статистика и наука трезвости говорит о том, что чем больше легальной торговли, тем больше нелегальной. Потому что люди впервые общаются благодаря вот этому легальной торговле. Тем больше масса охватывает легальная торговля, тем больше алкоголиков становится. Даже если вот закономерность, каждый шестой в последующем становится зависимым от алкоголя. А кто пьет нелегальную водку, нелегальный алкоголь? Тот, кто уже зависим. Кто заказывает ночью домой себе алкоголь на адрес. То есть здесь грань получается тонкая от легальной к нелегальной. Ну, она прямо. Чем больше легальной, тем больше нелегальной. Поэтому тут, если мы говорим, что в 2013 году было полторы тысячи торговых точек алкоголем, да, сегодня 799. Это мы ограничили, ну, как бы снизили уровень, да, и 19 из них отказались, как бы добровольно. Есть такие предприниматели, которые раньше торговали, а сейчас и решили, что не будут торговать. Вопрос об общественных организациях. Как они распространяются опыт по пропаганде трезвости и насколько вообще они действенны? Вообще, мировой опыт нам подсказывает, что нельзя только ограничениями идти. Это должно быть с обоих сторон. Это комплексный подход, да. С одной стороны, это ограничения у нас, что есть, достаточно хорошо, успешно проводятся. И вторая половина – это обязательно пропаганда и агитация трезвости, открыть глаза правде, да, правду говорить об алкоголе и так далее. Мы сейчас это проводим через наших лекторов. Есть очень хороший метод для Шичко, который нужен и руководителям, и населению и так далее. Поэтому мы сейчас берем курс именно через метод Шичко, идти и пропагандировать трезвость во все инстанции. И сегодня очень успешно сейчас среди учащихся реализовался проект «Что, где, когда». И он очень большой охват имеет. Мы будем продолжать вот это направление. Ну вот, Ваше ведомство поддержало, скажем так, инициативу антиалкогольных мер о частичном, скажем так, запрете, да, постепенном запрете в выходные и праздничные дни продажи алкоголя и отказов, наверное, полностью как раз таки… Да, это была инициатива Министерства здравоохранения Российской Федерации. Я считаю, что это очень правильно. Но единственное, что здесь надо учесть, все должно идти поэтапно, да. Если население созревает, если вот агитационно-пропагандистская работа проведена, то население готово. Вот я вчера буквально по радио слышал, что есть люди, наши члены общества, которые говорят, что надо вообще запретить табак тоже. Потому что от него тоже много людей умирает. Даже больше, чем от наркотиков, всяких, все вместе взятых, да. А алкоголь больше всех, от 500 до 700 тысяч наших граждан ежегодно умирает по причине употребления алкоголя. Но эту инициативу население вообще поддерживает? Поэтому поддерживает, да. Вот я же говорю, они требуют даже вообще полного запрета. Особенно Арктику говорят, что надо запретить и так далее. Поэтому здесь, ну, как говорит Егор Афанасьевич, тут нужно не перегибать, а постепенно, пошагово, да, изучать опыт, какие это дает плоды, да. Ну, например, 6% снижения преступности, это о чем-то говорит. Конечно. Это тяжкие, особо тяжкие преступления, например, особенно. Ну, началась реализация федерального проекта «Общее дело», как он сейчас вообще реализовывается в Якутии. Ну, это я считаю, что на федеральном уровне единственный и самый успешный проект «Общее дело». Мы с ними подписали два года назад соглашение. Они готовы сейчас к нам приехать и провести агрессионную пропагандистскую работу в четырех больших городах. Уже их лекторы будут читать. Но это, я думаю, что очень удачно. И мы готовы поддержать, чтобы они с нами вместе работали, в нашей республике. Матвей Иванович, ну, если коротко, вот на этот год какие планы стоят более важные, наверное, мероприятия, какие запланированы? Ну, мы уже с каждым годом видим, что проделано и что было, имело успех. И таким образом идем сейчас, вот именно я повторюсь, что это метод Шичко, что это игры, что где, когда среди детей, что это трезвые села будут продолжаться. Они сами уже инициируют. И сейчас мы должны выйти на федеральный уровень. Почему? Потому что все законы, которые исходят от Государственной Думы, мы с ними должны вместе работать. Почему? Потому что отдельный субъект свои решения не может продвинуть на федеральном правовом поле. Поэтому тесный контакт с Госдумой, с теми специалистами, которые заинтересованы в трезвости, мы должны работать. Поэтому мы уже есть договоренность с Министерством здравоохранения Российской Федерации о проведении второй научной конференции в городе Москве. Матвей Иванович, большое спасибо вам за участие. Я напоминаю, вы смотрели актуальное интервью. Сегодня гость нашей студии был руководитель управления Республики по государственному регулированию алкогольного рынка. Матвей Лыткин. Говорили мы о успехах и проблемах антиалкогольной политики. Оставайтесь на нашем канале. Будьте в курсе всех событий. Удачного вам дня. Редактор субтитров А.Семкин